В зале вице-губернаторы и профильные министры по видеосвязи, главы городов и районов, а также руководители ведущих медучреждений региона. В начале заседания оперативного штаба губернатор сразу передает слово главному санитарному врачу края. Самый важный вопрос – будут ли продлевать карантин? Мария Александровна, насколько Вы считаете необходимым продлить карантин, либо уже снять карантин в нашем регионе? Ваше мнение, пожалуйста. Мария Александровна, я считаю, что стоит нам продлить карантин на две недели в связи с тем, что мы 1 июня, у нас увеличилось количество рейсов и количество граждан, пребывающих в Краснодарский край. И нам нужно определить, будут ли у нас завозы в Краснодарский край. Вот из-за этого я хотела бы попросить Вас продлить карантин еще на две недели. Такого же мнения придерживаются и врачи. Эпидситуация хоть и стабильная, но весьма хрупкая. Один неверный шаг и новая вспышка коронавируса в крае не заставит себя долго ждать. Пребывающее количество отдыхающих приведет с собой больных, которыми нужно смотреть. Применение карантинных мер позволит эффективно контролировать процесс и допускать его неуправляемого развития. Миграция между регионами может значительно ухудшить эпидемиологическую ситуацию в крае. Для того, чтобы мы спокойно говорили, что уже можно какие-то послабления делать или полностью отменять, мы должны быть уверены, что у нас люди защищены. А как они могут защищены? Они должны иметь иммунитет. В предвкушении курортного сезона существует, конечно же, риск заноса. Кубанские здравницы с медицинской лицензией возобновили работу 1 июня. И только за первые сутки они приняли больше тысячи отдыхающих. Курортная волна туристов наступает. И то количество гостей, которые уже стали прибывать в край, заставляет работать на предупреждение ситуации, отметил губернатор. Именно поэтому принято решение продлить карантин в регионе еще на две недели. Считаю необходимым согласиться, в том числе и с Роспотребнадзором края, и с нашими ведущими врачами в крае, которые сегодня на самом деле, как я уже не раз говорил, на передовой, и продлить карантин в Краснодарском крае до 21 июня. А дальше по динамике поймем, что нам делать. Штабы будут проходить каждую неделю по четвергам, как мы договаривались, и будем вместе освеживать ситуацию и корректировать решение, исходя из той динамики, которая будет у нас на каждый текущий день. Поэтому прошу внести это изменение в постановление и продлить карантин в Краснодарском крае до 21 июня. Только Анапа принимает ежедневно до 15 авиарейсов, пропуск на отдых, путевка в санаторий. У туристов также просят две справки об отсутствии коронавируса и о том, что в течение как минимум двух недель он не имел контактов с больными. А дальше гостей кубанских курортов доставляют прямиком в санаторий. Вот она, новая реальность. Сотрудники медицинского центра, во-первых, встречают наших гостей уже на территории аэропорта и на территории железнодорожного вокзала. Там происходит термометрия, там происходит сбор всех документов, проверка на наличие всех документов, после чего мы их привозим трансфером на территорию санатория. И если с 1 июня смогли открыться только санатории с медицинской лицензией, то вот пляжи и набережные пока остались закрытыми за сигнальными лентами. На заседании оперативного штаба губернатор отметил, что именно управление Роспотребнадзора будет принимать решение по каждому пляжу и выносить вердикт, открывать его или нет. Послабление коснуться парков, скверов и набережных. Они откроются уже в эту субботу. С 6 июня, с этой субботы, открыть парки, скверы и набережные. Почему я считаю это необходимо сделать? Прошедшие выходные показали огромное количество скоплений людей на Кубано-набережной, на Ставропольской, на Красной. То есть плотность была настолько велика, что это можно было сравнить с демонстрацией. Вместо того, чтобы их рассредоточить по паркам, скверам и в целом на большей площади, мы их собрали на наших широких улицах, по крайней мере, краевой столицы. Это реальность. Если мы будем ее не замечать, ну тогда люди будут думать, что власть живет в другом измерении. А я не хочу жить в другом измерении. Я хочу жить так, как живут люди. Мы здесь максимально должны, наоборот, рассредоточить жителей любого муниципального образования и в том числе гостей. Мы уже говорим, они прибывают максимально рассредоточить по, в том числе и курортному городу, но не допустить их скопления. А вот эти ограничения, я считаю, нельзя зайти в сквер, нельзя зайти в парк, нельзя выйти на набережную. Они образуют в том числе большую плотность и населения, и жителей, которые, конечно, выходят на улицу, естественно, им некуда больше пойти, кроме как вот там, где можно проходить. Я считаю, это не совсем правильно. Поэтому и предлагаю на ваше мнение возможность открыть парки, скверы и набережные. Возможно открытие парков, скверов, определив, что у нас не работают в местах, в этих, никакие аттракционы не работают, никакие рестораны, кафе, никакие заведения. И определить, что там у нас необходимо провести своевременную уборку мест общего пользования. Хорошие новости для спортсменов. Уже с 6 июня они смогут тренироваться на открытых стадионах. Конечно, с соблюдением социальной дистанции. А с 8 июня запустятся тренажерные и тренировочные залы площадью до 300 квадратных метров. Также с субботы начнут работать уличные летние кафе и террасы на открытом воздухе. И здесь губернатор просит у предпринимателей встречного понимания, ведь такие послабления требуют строгого соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Я считаю, что возможно решить работу летних кафе с отдельным входом, летних террас с отдельным входом при строгом соблюдении социальной дистанции и требований Роспотребнадзора. В этом случае администрация кафе, либо рестораны, которые имеют террасу, либо веранду, либо летнее кафе уже будут нести ответственность за социальную дистанцию тех, кто будет у них что-то покупать. Прошу внести соответствующие изменения в мое постановление с 6 июня с этой субботы. Необходимо обратить внимание на строгое соблюдение и в магазинах, и в кафе, и на других сегодня, которым мы разрешаем функционировать учреждением соблюдения мер безопасности. На них лежит высокая ответственность за обеспечение жизни и здоровья нашего населения. Вопрос, который волнует многих родителей – открытие детских садов. Пока возобновить работу всех учреждений слишком рискованно, поэтому оперативным штабам принято решение – открыть дежурные группы. Их смогут посещать дети из семей, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Возможно разрешить работу дежурных групп в детских садах с 8 июня для семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, в том числе для семей, где есть один из родителей, вот как мы уже сказали, матери-одиночки, иная категория, со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора, но в рамках конкретных решений, какие дети могут пойти в дежурную группу оперативных штабов муниципальных образований. На заседании оперативного штаба больше говорили о послаблении режима, чем о новых запретах. Кубань шаг за шагом возвращается к прежней, до коронавирусной жизни. Уважаемые, в том числе и работники торговых центров, и непродовольственных рынков, хотели, думали о регламенте, в каком регламенте можно открыть и торговые центры, в каком регламенте можно открыть непродовольственные рынки, и многие, многие, многие еще предприятия. Но не получается, потому что здесь прав, по большому счету, Роспотребнадзор, не готовы мы еще с точки зрения эпидемиологической обстановки в крае, открыть торговые центры. Точно так же, как и непродовольственные рынки. А те, кто все-таки сегодня попал под решение открыться, я прошу, давайте не подведем друг друга. Потому что, в первую очередь, это, наверное, моя ответственность за это решение, чтобы 6 июня вы смогли работать при соблюдении согласия, в том числе Роспотребнадзора. Вот дальнейшие шаги, связанные с ослаблением ограниченных мероприятий, зависят от нашей, на самом деле, самодисциплины, насколько мы будем дисциплинированно их выполнять, насколько мы сможем еще ниже опуститься с порогом, в том числе и эпидемиологической обстановки в нашем крае. От нас зависит. Делается лучшее из возможного и при условии ответственности каждого жителя Краснодарского края. Безусловно, принятые меры на послабление дают, дадут и дают глоток свежего воздуха. Совместными усилиями удается эту стабильность большими-большими усилиями сохранить. Поэтому давайте все вместе эту стабильность и сохраним. Открыть край в полном объеме пока невозможно. Межмуниципальное движение по-прежнему остается закрытым. Сохраняются красные пропуска и обязательный масочный режим. До какого момента – зависит от каждого из нас. Не допустить новой вспышки инфекции под силу всем жителям края. Продолжение следует...